вещает станция ваши уши сеня и сегодня я в гостях у алексея борисова стримера привет здорово откуда ты я родом с магадана там родился и вроде пригодился ты теперь в москве я переехал и не жалею знаешь это разные этапы одного пути каким образом ты пригодился магадане перед ним переехать я был очень активным деятелем в собственном универе развлекал толпу ты пошел в универ окончил универ что было дальше дальше была зубодробительная армия испытание которое мужчину раскрывает как личность давай сразу нужно пацанам идти в армию или не нужно не почему армия нужна только если тебе нужно это по работе я считаю для того чтобы раскрыться нормальную личность тебе не обязательно прости в казарме со 150 мужиками тебе достаточно просто найти себя и исследовать своему пути ну вот первый день в армии как он прошел я сразу же потерял голос мне стало страшно и хотелось очень сильно домой меня попытались присынуть чтобы я делал то что не хотел делать и я сопротивлялся что именно меня пытались заставить стоять чужой наряд наряд это смысле одежда такая наряд это смысле да типа одежда только ты надеваешь и стоишь целые сутки на одном и том же месте на тумбочке огневальный да так и есть это огневальный называется кстати мой ну хорошо и когда ты привык я так и не привык и не смог смириться с армией на самом-то деле все время хотелось домой и даже все попытки контракта я металл и целился домой собственно чего я достиг вот ты год получается отарбанил в армии какое у тебя самое жесткое приключение там было чуть не упал в море страшно корабль наклонился меня сдувало я кричал умолял просто богов чтобы меня оставил на этом корабле и я кое-как удержался и просто понял что это действительно ужас ужас лавка зачем вы ходили в море выполнить боевые задачи это секрет все понял ты подписку давал подписку на твиче оформлял а в армии вообще давал нет ни разу нет а за сигарет в смысле секс секс для кого-то это наверно был секс не мужик нет что это было для тебя тебя сигареты секс в армии да не было в армии с армии не секса вообще с кем ну друг с другом нет не бывает бывает но я конечно слышал историю про какие-то таинственные наделенные средства контрацепции так скажем там даже поэтому полное какое-то расследование было но вот мою часть и мою как бы роту это вообще никак не касалось ну хорошо вот получается у нас армия до сих пор советского союза многонациональная правильно да со мной были товарищи буряты привет всем бурятам обожаю бурятов еще великолепные пацаны никаких вопросов ну как вот вели себя молодые ребята оказавшись в первый раз таких жестких условиях и в такой разной этнической тусовки сестра все старались объединиться большие группировки чтобы как-то быть помассивнее как и в жизни наверное и это было неплохо потому что все дружили в основном у нас было все довольно дружно так что были еще пацаны смогли да были с этим связано одна из самых страшных историй в моей жизни которую я с ужасом вспоминаю это действительно то что я могу назвать действительно ужасом когда мы приехали в армию было процесс распределения всех построили дали вещи сказали вот ребята сейчас будем вас рассортировать и сказали такую фразу которая снится мне ночами от которой у меня кровь в жилых стынет и звучало на следующем образом все с магадана стали вы 7 рота борисов 4 только представь себе эти эмоции человека который рука об руку с пацанами за каких-то два дня успел решиться стать единым целом а теперь его выкинули в одиночку в другую роту это действительно ужасно я шел и кусал себя за щеку я думал то страшный сон и не мог поверить что это реально существует ну в целом вот ты сел на свой дембельский поезд поехал домой вот какая мысль у тебя роилась голове о да сейчас я вернусь и я заживу что ты первым делом сделал вернувшись из армии хорошо поел и поспал ну еще ряд вещей с девушкой до свадьбы до обеда да было здорово все я вернулся я почувствовал свободу я могу теперь свободно ходить по улицам нету строевого шага нету смотрящих надсмотрящих никому не нужно отдавать воинское приветствие после армии что ты делал ну понятно после первого месяца как лежал и плакал и палец ссал были довольно длительные духовные поиски я думал чем заняться у меня были некоторые предположения на так называемой работы но все как-то не сложилось и я загремел банк весьма хорошее место чтобы начать искать себя мне кажется магадане все работал в банке в принципе все было хорошо все получалось но все равно ощущение того что я для чего-то большего в этот мир пришел не покидала меня никогда смотри вот твой первый день в офисе ты надел манишку отглаженные накрахмаленные брючки и и пришел в офис твои первые впечатления от офиса банка все же больше шок потому что это другая экосистема которая работает как часы а ты как сторонний механизм и тебе приходится как-то обломаться обтисаться чтобы работать и функционировать вместе со всеми это действительно сложно действительно сложно но все равно ощущение того что это не то она всегда преследована всегда вот с первого дня до всегда какие люди работают банки первое что стоит отметить это целеустремленность то есть действительно люди которые в банке они знают чего хотят они готовы приложить к этому максимум усилий это очень умные и расчетливые люди которые могут взять контроль над своими эмоциями то есть этакие знаешь образцовые агенты то есть по головам идут ну как посмотреть частично может быть где-то и да ну может быть где-то нет по конкретно у нас было в офисе все здорово на плане но где-то я слышал ужасающие истории про то как людей возили кормить крабов засовывали им да это какой банк бандит банк бандит банк займы под процент рублик давай назовем так у ашота у ашота понятно хорошо итак сколько ты работал в банке суммарно я работал в банке всего два раза нет вот магадане сколько ты работал в банке по времени год год ну вот хорошо прошло прошел первый месяц скажи как проходила твоя рабочая неделя я приходил учился быть банкиром и шел домой спать было очень много обучения так скажем окей а после учебы вот работа твоя чем заключалась ну если грубо говоря то выдавать кредиты то есть кредиты и просто людям и предпринимателям я работал со всеми как вообще корпоративный дух банки замечательный у нас великолепный начальник станислав юрьевич я просто обожаю этого человека он помог мне найти себя после армии я пришел к нему побит и без копейки денег у меня не было денег даже на костюм он них занял сказал тебе нужен хороший костюм хороший процент под 0 процент это действительно реально хороший процент это реально крутой мужик я это серьезно говорю я просто обожаю станислав юрьевича два раза так выучил в жизни я надеюсь что когда-нибудь я смогу этим платить чем-то потому что это у меня выручило потому что я грубо говоря начал превращаться в человека потому что с армии ты приходишь в этот мир просто слизнем куском чисто тушенки с банки тебе нужно как-то собраться и попытаться играть хотя бы роль человека ну вот ты отработал год в банке и на самом деле переезда правильно была еще одна история с одним крупным криминальным авторитетом мы готовы и высушить серьезно можно на камеру прямо не называя имен не могу рассказать историю да действительно я попал ну не то что прям в преступную организацию нельзя так конечно сказать но весьма картель очень мутную мои конкретно задачи были весьма прозрачные я работал всего лишь юристом собственно как и отучился поэтому ты убивал людей поэтому да я убивал людей грабил караван и водил женщин в подполье полон полон да нет я занимался бумажками просто кроме бумажек все было весьма брачно знаешь как бывает заходишь в помещение а там как-то свет так драматично нагнетает обстановка музыка играет фоном постоянный ambient ничего с этим не поделать загадочный ambient . mp3 он так и назывался ты занимался бумагами бумагой еще чем и кое еще чем много чем на самом деле я ездил в командировки и решал вопросы как правило с недвижимостью были какие-то спорные моменты были моменты когда приходилось отстаивать какую-то недвижимость на кого-то даже немножко наезжать у меня были силы так скажем сторонние которые помогали это дело компромиссно решать сколько паяльников ты засунула в жопу я не занимался этим бумажки сколько паяльников тебе засунули в жопу хорошо отказываюсь отвечать на этот вопрос окей и когда эта замечательная гангстерская жизнь подошла концу в один момент мне дико приспичило полететь в москву потому что у меня здесь уже обосновались родители я выпросил отпуск потому что моральные силы мои источались очень быстро меня отпустили с этим тоже есть одна абсолютно забавная история я могу сразу перескочить и рассказать как я вернулся из москвы продолжить работу в этой замечательной организации ну хорошо значит уехал в отпуск потом вернулся я вернулся я купил в отпуске прекрасный костюм прекрасный кейс чтобы ходить на работу я купил классный плащ чтобы антуражно выглядеть в глазах своих клиентов я очень серьезно подошел к вопросу я русский сигар набор кубинский сигар да вот это как называется это штука гильотинка маленькую гильотинку полностью зарядившиеся энергии и харизма я вышел первый день на работу я пришел открыл дверь своим ключом гордо пошел на свое рабочее место и когда дошел на рабочее место я увидел что на нем работает человек прям на нем прям вот прям на днем ртом работы бумажки в общем бумажки так и чё я спросил а собственно какого какого хуя здесь делает этот человек ну что был незамедлительный ответ что он здесь работает вот это поворот здесь же работаю я подумал я дальше была эпическая история когда я зашел в офис к своему начальнику он не сказал иди нахуй примерно так и сказал ну конечно другими словами но я именно именно этими словами воспринял эту информацию и очень сильно расстроился потому что это первый день после выпуска и ты весь начищенный как новый пятак просто опущен в канализацию этой жизни именно пятак да опущен в канализацию жизни я помню иду и у меня просто есть такой фильм карты деньги два ствола и когда главный герой проигрывает большое состояние а он и беру ее док вот именно если кто знает мало ли я пошел и понял что все ну все я потерян жизни я не знаю что делать у меня нечем платить за квартиру у меня какие-то странные начинаются проблемы и вот в этот момент что позволило тебе остаться на ногах в этот момент я понял что мне нечего терять то есть у меня ничего нет мне нечего терять практически у меня есть родители москве у меня есть тогда еще девушка в москве и я понял что нужно лететь. Нужно лететь, нужно пробовать что-то в Москве. Я абсолютно не знал, что. Москва, она гигантская, она никого не ждёт, вопреки всеобщему мнению. Москва не резиновая. То есть тут есть тоже лимиты людей. Да ладно, тут уже в Подольск протянули метро. О чём речь вообще? И там тоже нет места. Там нигде нет места. Я все проверил. Вот. И когда прилетаешь в Москву, ты абсолютно не знаешь, чем заниматься. Это абсолютно дезориентация. Окей. Ну вот ты, получается, утер слёзки, собрал чемодан, сел на самолёт, прилетел в Москву, вышел из самолёта, вдохнул раскалённый воздух Шереметьево. Не знаю, когда мне говорят Шереметьево, я сразу слышу в голове, как женщина оповещает людей, что это аэропорт Аирлайнс. Ты приехал в Москву. Чем ты начал заниматься? У меня была давняя мечта заняться ресторанным делом, ресторанным бизнесом. Мне стала в одно время очень интересна еда. Еда доступная, еды много. И я подумал, а почему бы и нет? И чудом я стал замдиректором Киси. Вот такая у меня была крутая работа, очень интересная. Как случилось чудо? Ну, так скажем, было очень тяжело пройти собеседование, и не все документы, которые я использовал, они были... Нет, все документы, которые я использовал, они были нужны. Да. То есть тебе пригодились документы, которые у тебя были? Да. А если каких-то документов не было, то я очень постарался, чтобы было всё, что нужно. Так, ну и что же скрывается за очками полковника Сандерса? Еда. Много вкусной еды, курицы и картошки фри. Очень странная работа, но она дала мне очень много опыта. Я стал понимать, как работает фастфуд, я стал понимать, что хотят люди, почему они приходят в эти заведения, какими категориями они мысли, что они хотят получить, когда они приходят в эти заведения. Так, а почему они приходят в эти заведения? Они хотят быстро и вкусно поесть. Эта простая истина имеет очень глубокое философское значение для человека. Быстро, вкусно и дёшево. Ну, вообще, к ЕСИ не очень дёшево, на самом деле, нет? Дёшево. По меркам Москвы очень дёшево. Ну что, какие-нибудь чудовищные подробности того, как с бомжей срезали жир и жарили из них баскеты? На самом деле, наоборот, у меня есть положительные эмоции касательно еды. Вся еда точно свежая. В любом ресторане я это гарантирую. Невероятные стандарты качества каждого вообще блюда. Единственное, что плохо, это масло. Масло и фритюр, конечно, на нём готовят, готовят много, меняют его. Ну, в лучшем случае меняют, в худшем не меняют. Поэтому лучше не есть картошку и не есть фастфуд вообще. Вот такая мысль. То есть, еда свежая лучше не есть. Еда свежая лучше не есть, потому что процесс её проготовки, да, он бывает очень вредный для организма. Это канцерогены, это излишний вес и прочее. Ну что ты делал вообще в KFC? То есть, ну, ты как-то по добрым спартанским традициям прошёл все станции, везде поучился, или просто сел сразу в офис, начал бумажки прибирать? Я знаю, как работают все станции, но сам на них на всех не стоял, я не готовил, я не продавал. Вот мне нужно было именно управление. Я, собственно, сразу и пришёл в ресторан, сказал, что мне нужно именно быть кем-то управляющим. Ну, как минимум, замдиректором, куда я, собственно, и прорвался. Было здорово, это действительно очень интересная работа, и не скажу, что высокооплачиваемая по меркам Москвы, даже скорее такое средне-низкое оплачиваемое. Вот. Ну, это очень интересный определённый опыт, который меня очень сильно вдохновил на дальнейшее моё дело. Так, ну, всё-таки, ещё раз, в чём заключалась твоя работа? Я не понял. Ты... Управлял людьми, чтобы... В смысле ты управлял? Ты их обводил зелёной рамкой и радкликом отправлял на станции, или что ты делал? Да, чтобы каждая станция работала максимально эффективно, без ошибок. То есть я должен был знать именно процесс, чтобы нигде не было там очередей, чтобы всё было всегда в наличии, процессы поставки, учёта еды, чтобы всё было свежее, вкусное, вовремя имелось. Да, не заказывай. Были ли у вас какие-то особые ритуалы в KFC? О, я очень рад, что ты спросил. Есть один, не знаю, сколько можно его рассказывать, но я рискну. Он назывался «Совет 25». Это способ решения вообще всех вопросов мироздания, которые могли возникнуть между двумя людьми. Это легально? Да. Это легально. Точно? Да. Продолжайте. Для того, чтобы начать с «Совет 25», нужно взять две полторашки пиваса. Я вас внимательно слушаю. И ведро крыльев у «Совет 25». И вот если у вас какие-то вопросы к концу доедания этого ведра остаются, они потом вылетают из вас как голубь. Все ваши печали и невзгоды растворяются в пучине ворской и выходят к «Посеидону». Ты говорил о каком-то своем следующем деле, в котором ты использовал эти принципы. Что это было за дело? Да, это мое личное дело, которое было бы живо. Сейчас он находится в заморозке, но вообще нас сильно подкосил коронавирус. Это дело – это кофейня, которую мы открыли с моим братюней, с моим Максимом. Мы долго работали над этим проектом, мы пошли, отучились на бариста, мы проходили специальные курсы, мы ходили, изучали барные карты, мы ходили по ресторанам, по кофейням, смотрели, как что работает. Совокупность этих знаний позволила нам сконструировать собственную кофейню, весьма успешную, которая работала здесь, в Москве, на протяжении двух лет. И все было бы здорово, если бы не коронавирус и чудовищный кризис в условиях, которые постиг после. Нам пришлось свернуться, все оборудование мы запаковали, формально мы еще как бы существуем, можем открыться в любой момент, но в данный момент нет необходимости, а самое главное – желание. Так как называлась кофе? Ти-фани. Это большая франшиза пупырчатых, бубынчатых чаев с шариками, с кофе, с вкусной выпечкой. Бабл Ти – очень крутая штука, которую вообще никто не знает в Москве, в России вообще. Это три человека знают, что такое Бабл Ти. Нам пришлось знакомить людей, устраивать дегустации, показывать, как это все работает, доказать каждому, что это не вредно, что это не химоза никакая, а действительно натуральный продукт. Это сложно, это сложно. Но если это получается, ты получаешь преданного клиента, который всегда будет рад к тебе прийти. Это действительно круто, это круто. Это не просто способ заработка, это целая философия, которая существует в умах именно кофейных людей, так называемых. То есть это кофе? В том числе. Это ж дело, да? То есть вот ты, как вообще к этому пришел? Ты же не просто с полпинка пришел, в Тифане сказал, дайте мне грамоту, я буду готовить чай. Появились деньги? И мы с Максимусом решили, что нужно найти франшизу. Долго время ходили, искали, и меня занесло на так называемую выставку франшиз. Это было большое, большое, огромное просто мероприятие, где представляли все ведущие франшизы нашей страны. И Bubble Tea, это относительно недорогое вложение, и в то же время очень эффективно, с великолепной маржой. С великолепной маржой, с каждого продукта. Начинающий предприниматель меня, это естественно заинтересовало, и мы весьма успешно в этом направлении работали. Маржа, это получается чистая выручка, правильно? Да. Так, ну как ты вообще коронавирус, собственно, пережил? Что ты делал? Тогда я понял, что пора попробовать себя в банке еще раз. И залез в банку. И залез в банку. Я залез в банку, строился здесь, уже было очень круто, и как раз тогда коронавирус вообще очень сильно захватил всю страну, и вообще было не ходить, ничего было нельзя. И в моей жизни появилось нечто большее, чем просто сидение дома. Я понял, что сидя дома можно делать очень крутые вещи, будучи стримером. Как ты это понял? Ситуация была до нельзя простая. Мы сидели, общались с моим другом, и он говорит, слушай, ты довольно забавно проходишь игры, на тебя смешно смотреть, и ты вообще в принципе довольно веселый чел. Говоришь очень много, в тему, не в тему. Попробуй заливать свои ролики на YouTube. Может, станешь популярным. Углубляясь в концепцию, путь ютубера и стримера, это немножко разные пути, как в итоге оказалось. Сначала я не различал, я просто что-то делал, что-то закидывал, получалось, не получалось, но впоследствии выяснилось, что это абсолютно разные пути, с абсолютно разным результатом. И вот конкретно ютуберский путь у меня не сильно-то задался, а у меня были уже, сразу же появилась аудитория, откуда-то, она просто взялась из ниоткуда, я не знаю, как это произошло. И они же, эта аудитория, захотели видеться со мной чаще и просили меня стримить что-то. Какие-то игры, потом сериалы, потом еще что-то и еще что-то. Будучи на карантине, у меня была куча свободного времени, потому что я и работал, и занимался стримингом, и в какой-то момент я понял, что меня затягиваются сильнее и сильнее, аудитория становится все требовательней, стримеру нужно выдавать контент, стримеру нужно проецировать какие-то крутые вещи, которые тебе либо заказывают, либо как-то закидывают. И таким образом я втягивался все сильнее и сильнее, пока не понял, что я скорее стример, чем банкир. То есть ты очень плавно ушел с работы и перешел в стримерство? Да, как раз начался процесс возможных сокращений на работе, и я понял, что я уже могу себе позволить быть просто стримером и не кем более. Я спокойно собрался, ушел, и вот уже два с половиной года активный стример и успешный. Алексей, давайте сразу решим вопрос, расставимся в точке над «и». Кто такой стример вообще и чем он занимается? Стример — это аккумулятор контента. Он берет уже готовые вещи и за счет своего восприятия и эффекта погружения делает их сильнее и заставляет воспринимать своего зрителя, даже то, что он уже видел, новыми красками делает это сильнее и лучше. Хорошо, но вот технически именно чем занимается стример? Что он делает? Вот как было бы написано, допустим, на толковом словаре? Ведущий в интернете. Ведущий? Он берет программу какую-то, составляет, делает ее усердно, усидчиво или вообще не делает и просто транслирует. Старается своей харизмой, старается своими какими-то веселыми вещами или грустными вещами, если такие стримеры. Пытается донести какую-то мысль вообще для своих зрителей. Как думаешь, какая ниша стримерства сейчас наиболее востребована? Самая популярная категория на вещах, которая и говорит нам ответ на твой вопрос, это just chatting. То есть, это люди, которые своим, опять же, харизмой, своим мнением, своим каким-то особым взглядом формируют особую атмосферу для разжевывания каких-то определенных вещей. Кому-то интересно посмотреть, как живет человек просто, кто-то вообще, допустим, живет на камеру, то есть, просто живет в своей квартире, не отрубая камеру, спит, ест, ну, разве что в туалет не ходит. Давай так вот, сколько времени ты совмещал работу в банке и стримерство? Около полугода. Около полугода, но это был неприятный процесс, потому что ты, когда морально распыляешь свое внимание на какие-то две большие вещи, тебе становится сложно, сложно, потому что креатив в работе всегда приветствуется. Работа очень такая творческая, требует очень много сил, а стримерство еще более требует своих сил. И распыляться на два потока всегда очень сложно, и в какой-то момент ты всегда где-то начинаешь буксовать. Чаще, конечно, буксовали именно стримерство, потому что я больше занимался именно на работе. Но в какой-то момент я понял, а что бы нет? Ты автоматически превращаешься в счастливого человека. Ты становишься маленьким богом своей собственной жизни. Ты можешь щелкнуть пальцами и просто поменять день с ночью, когда тебе становится это интересно. Ты можешь стать совлой, ты можешь не стримить некоторое время, ты можешь стримить очень много. Это абсолютно свободный путь фриланса, который тебя несет по волнам именно этого контента бесконечного, который ты генерируешь, и это очень приятное ощущение. Ну окей, а вот что ты именно начинал как стример? Что ты стримил? Какая у тебя была аудитория? Аудитория была самая разная, то есть не было какого-то конкретного портрета, я, наверное, не назову. Да просто игры разные, на прохождение, и онлайн игры, и все на свете, на самом деле, ничего конкретного. Но настоящий успех пришел, когда я пересел на сериалы. Почему-то внезапно всем захотелось посмотреть сериалы в компании меня, и это действительно стало невероятно большим делом. Я думал, что это начинается какая-то шутка, потому что, ну, серьезно, зачем смотреть с кем-то, да? но в процессе у нас сформировалось большое комьюнити, это реально постоянные люди, которые приходят там после работы, после учебы, они прям садятся и конкретно разбирают что-то на атомы. А как известно, разобрать можно что угодно, и это действительно является чем-то таким гигантским достижением для меня и моих ребят. Как думаешь, почему люди смотрят твои стримы? Точно ответить на вопрос это, наверное, невозможно, потому что каждый находит что-то свое, но в целом я хочу определить это слово как заезженная ламповость, то есть означает уют. Прежде всего, уют. Ты берешь какие-то вещи, которые никогда не видел или видел и хочешь пересмотреть, проанализировать. Через призму восприятия другого человека, который вслух разговаривает о своих мыслях, ты можешь увидеть что-то новое, особенно если человек старается, пытается какие-то скрытые мотивы увидеть, если он разбирается в режиссерах, если он знает какие приемы используются, то и начинаешь видеть эти вещи совсем по-другому. Те детали, которые тебе ускользяли начинают новым потоком на тебя наваливаться и твои любимые фильмы становятся самые любимые, потому что они разбираются на атомы. Как тебе удается вот эту атмосферу уюта создать? Я просто всегда такой, какой есть. Не стараюсь играть никакие роли. Если мне что-то нравится, я прямо это говорю. Я могу позволить себе излишнего словца. Я могу кого-то затроллить в чате. Я могу делать что угодно, просто быть свободным, быть собой. И вот эта естественность, она всегда очень ценится в людях. Это то, чего не хватает реальному миру. Люди, как правило, играют все свои роли, связанные этикой, связанные какими-то цепями обещаний и прочих. Когда ты приходишь в интернет и ты заходишь на стрим, ты скидываешь абсолютно все, тебе нет никакой нужды играть какую-то роль, ты просто такой, какой ты есть. И это самое ценное, потому что только в интернете я мог стать именно тем, кем хочу стать. А почему ты не смог бы стать тем, кем хочешь и реал в реальном мире? Мне кажется, я немножко странный для реального мира. В чем это проявляется? Мне кажется, что реальный мир какой-то пластиковый. Я не знаю, как описать правильно это ощущение, но если бы можно было описать вкус, то он слишком приторный, серый и скучный. И стандартные занятия, стандартные работы, стандартные дела, которые занимаются людьми, они все скучные и не несут никакого смысла. Не важно, чем ты занимаешься, если через 50 лет ты умрешь. Правильно? Поэтому если речь идет о заработке и ты работаешь на работе за деньги, то это очень грустно. Это очень грустно, это печально. И я всю жизнь стараюсь от этого уйти. И в тот момент, когда я понял, что я могу себе этого позволить, я реально понял, как нужно правильно проводить свой досуг. И фактически такое состояние, как работа, она исчезает, потому что ты просто занимаешься тем, что ты хочешь делать. Хорошо. Вот я обычный из Серега, из Сургута, я послушал подкаст с тобой, поселил твои стримы и понял, вот я хочу так же. Вот что мне сделать? Мои первые шаги. Серега, это очень сложный вопрос. Путь стримерства в самом начале это невероятно сложно. Это просто ад. Потому что огромная конкуренция. Многие ребята мечтают стримить, пытаются найти себя, пытаются пробиться, но у многих не получается. Я не знаю рецепт успеха абсолютно никакого. Его просто не существует. Просто это как магия. Либо да, либо нет. Если твоя какая-то внутренняя харизма, слова, может быть, тембр голоса, может быть, посадка глаз, я не знаю, цвет волос, что угодно, я не знаю, что... Точно цвет волос ты менял три раза цвет волос. Я люблю меня цвет волос. Ну, мой канал растет, почему ко мне приходят люди. Я не могу понять, что это за концепция и усилить ее в три раза, чтобы стать там еще популярнее. То есть, это не так работает. Просто есть вещи, которые я делаю, кто-то приходит, смотрит... В нашем подкасте есть такая традиция. Предыдущий гость зовет вопрос следующему, слепую, не зная, кто он будет. Тебе достался вопрос от Евгения Евгеньевича Кружненникова. Это преподаватель и поэт из Москвы, который долгое время прожил в Магадане. Зачем мы нам? Чтобы сделать себя счастливым. Будучи сторонником гедонизма, я считаю, что человек обязан сделать все в своей жизни, чтобы быть счастливым. А самое главное понять, что тебе действительно приносит радость и что тебя в этой жизни вдохновляет. Это простые прописные истины, которые вроде как на поверхности, но если начать копаться в себе, начинаешь постоянно путаться. Ты не знаешь, чего ты хочешь, тебе всего мало, всего много. Поэтому вот это спокойствие и чувство самопределения, мне кажется, самое важное, чтобы сделать себя истинно счастливым, спокойным, гармоничным и кайфовым. Тебе это подогналось? Да. Я реально счастлив. Хорошо. А теперь твой вопрос следующему гостю. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Пожелания слушателям. Ну, какие-то банальные прописные истины все же, но найти себя, я считаю, это очень важно сегодня. Алексей, большое спасибо за разговор, было очень приятно встретиться с вами в этом гостеприимном студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин